Рост цен в первый месяц нового года, хотя и был вполне ожидаем, но все же вызвал немало вопросов у жителей республики. Эту тему обсуждали на совещании у главы Чувашии. Мониторингом цен занялись Министерство экономического развития и администрация столицы. Специалисты профильного ведомства встретились с представителями федеральных и региональных сетей. Речь шла о новых поставках продукции на прилавки магазинов. Слишком высокие цены должны стать предметом серьезного разговора на уровне правительства. Естественно, что в таких непростых условиях предпочтение желательно отдавать продуктам местного производства. В Чебоксарах открылась горячая линия для жалоб на рост цен. Всю информацию проверяет администрация города. Они еженедельно проводят мониторинги торговых точек. Значительно подорожали овощи. Капуста на 14,5 рублей, морковь на 18,5. Это в сравнении с январем 2018. Увеличились ценники на курицу и яйца. Это из-за увеличения стоимости кормов. И в сетевых магазинах подорожали, и в маленьких лавочках. Мне кажется, это вообще не влияет на подорожание цен. А где лучше, я не могу сказать. Но да, мы выбираем фрукты. Я лично выбираю фрукты в больших сетевых, потому что они скидывают цены, у них акции. Ну, цену я бы не сказала, да, что высокие цены здесь. Да, нормальные цены. Не подорожало так. Впрочем, есть товары, которые сбавили в цене. Например, гречка, 4 рубля, сметана, почти 9, творог, 10. Это данные первого в этом году мониторинга цен в столице. Следят специалисты за продуктами первой необходимости. Всего 40 наименований. Еженедельно проверки устраивают в 15 магазинах города, чтобы не было необоснованных скачков цен. Информацию собирают и от жителей. По телефону 23 50 57 тоже могут дозваниваться и уже оставить свои замечания или предложения, или даже, как сказать, может быть, недовольство конкретно, что касается необоснованного роста цен. А мы, конечно, будем конкретно, вот по каждому случаю, мы будем выезжать, анализировать и принять меры. Если даже нужна будет, значит, реакция, например, со стороны прокуратуры и управления Федеральной монопольной службой, это будет уже, мониеносно будет направлена информация в их адрес. В эти же органы сообщат, если цены в течение месяца скакнут более чем на 30%. Самое что ни на есть практическая польза от мониторингов – публичность результатов. На сайте администрации города еженедельно публикуют список магазинов с самыми низкими ценами на социально значимые продукты. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.